жилой комплекс матвейский парк в этом видео расскажу и покажу про этап инженерного ремонта итак квартира площадью 50 квадратных метров наш заказчик давний подписчик нашего youtube канала и как только получил ключи сразу обратился в нашу компанию для того чтобы мы сделали проект и полностью реализовали его задумку сейчас ставлю пару рендеров с визуализациями для того чтобы вы понимали что в итоге у нас получится на этой квартире работы мы начали с разработки дизайн проекта для этого на квартиру выезжает наш инженер который делает высокоточные размеры потому что в проекте важны чуть ли не миллиметры для того чтобы можно было по максимуму использовать пространство нашего заказчика и после того как мы выполнили замеры сразу приступаем к проектированию естественно первый план это план расположения мебели после которого мы уже отталкиваемся и начинаем делать план по возведению перегородок инженерные коммуникации и уже позже раскладка плитки и далее уже идут визуализации и как только план по перегородкам готов мы готовы сразу выходить на строительную площадку и реализовывать проект и начинаем мы естественно с возведения перегородок стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров не забываем армировать кладку при помощи базальтовой сетки это позволяет избежать трещин и ваша кладка будет стоять там 50 60 лет при устройстве проемов не забываем делать перемычки кто-то делает из арматуры но правильнее всего использовать уголок заранее его красим специальной грунтовкой для того чтобы не проступила ржавчина и вот вы можете видеть что у нас перемычка состоит из двух уголков полки которых завернуты вовнутрь то сделается пропил в газоблоке и туда вставляется уголок чтобы с этой стороны была максимальная адгезия у штукатурки для усиления проема вот эти места тоже затягиваются в сетке это уже на этапе штукатурки для того чтобы избежать появления диагональных трещин потому что знание высокая возможно просадка то есть дом оседает еще течение четырех-пяти лет и чтобы на ваших стенах не было трещин усиливается вот это самое слабое место в вкладке очень важно не доводить вашу перегородку до самого потолка оставлять 2-3 сантиметра для того чтобы плита перекрытия от вашего соседа не давила на ваши возведенные стены это тоже влияет на появление трещин поэтому оставляйте зазор 2-3 сантиметра ни в коем случае не закидывайте его раствором а закладывайте шумоизоляции просто можно взять минвату и заполнить этот прием либо монтажной пеной очень важно на этапе возведения перегородок сразу задать геометрию в наших проектах мы акцентируем на это внимание указываем параллельности и углы 90 градусов то есть вот у нас с вами коридор и вот эта стена и это полностью параллельно потому что когда вы будете укладывать чистовое покрытие и эти стены все будут немножко развернуты то вы это увидите по подрезке чистового покрытия это будет некрасиво и самое обидное что вы увидите это уже на финише когда ничего нельзя сделать поэтому этому моменту уделяйте особое внимание после того как мы закончили заведение перегородок сразу приступаем штукатурки стен штукатуре мы гипсовой штукатуркой а во влажных помещениях влагостойкой при штукатурке необходимо учитывать то что мы также не доводим до потолка 2-3 сантиметра оставляем зазор который потом заполняем минватой либо монтажной пеной и также не забываем что это на этапе штукатурки мы усиливаем вот эти вот места где у нас проемы для того чтобы не было диагональных трещин и также на этапе штукатурки финально уже делаем параллельный стен и углы 90 градусов вот допустим мы находимся в коридоре и здесь у нас четкие углы 90 градусов ну что здесь естественно станет шкаф и очень важна геометрия стен закончили штукатурку стен и сразу приступаем к устройству черновой сантехники сюда у нас входит замена отопления на всех наших объектах мы меняем отопление от застройщика это делается для того что вся ответственность она лежит на заказчике то есть если мы посмотрим акт балансового разграничения то ответственность управляющей компании заканчивается на входной двери естественно все вот эти коммуникации они уже в зоне ответственности заказчика застройщик использует трениковую систему то есть большое количество соединений в стяжке то есть вот видите стяжку да если там соединение потечет вы никогда не увидите поэтому мы естественно сразу меняем на лучевую разводку то есть соединение у вас только вот здесь вот и вы их видите даже если что-то потечет у вас будет перед глазами и факт протечки он сразу быстро обнаружится и также на соединение местах подключения к радиаторам это тоже все у вас на виду если у вас соединение под стяжкой то о том что у вас что-то случилось в первую узнают ваши соседи но уже будет поздно поэтому мы рекомендуем менять систему отопления от застройщика также в работу по черновой сантехники входят работы по водомерному узлу и вот смотрите здесь у нас водные экраны и система защиты от протечек редуктор давления фильтр тонкой очистки магистральные фильтра это пульт управления система защиты от протечек проточный водонагреватель если место побольше то можно поставить накопительный коллектор на холодную горячую воду компенсатор гидроудара естественно смонтирована система инсталляции и очень важно не забываем прошлом изоляцию стыка канализации может когда будете ложиться спать уже будет поздно и вода когда спускается по канашке она будет вам мешать отдыхать и вы будете нервничать и переживать что не сделали шум изоляцию раньше и как только работы по устройству черновой сантехники выполнены сразу приступаем к устройству полусухой стяжки вы можете видеть большое количество таких вот отсечек и на углу вот такая т-образная отсечка это сделано для того чтобы разделить секторально вашу стяжку и не появлялись какие-либо дополнительные трещины на ней не забываем делать деятельную ленту по периметру это очень важно то стена должна быть отвязана от вашего пола то есть это вся плита она независимо не от пола не от ваших стен полусухая стяжка выполняется за один день после чего 5-6 дней за ней требуется уход она накрывается пленкой поднимается раз в день проливается водой и пленка снова накрывается потому что при наборе прочности цемент выделяет большое количество тепла и вода испаряется а набрать цементный камень максимальную прочность без воды не может поэтому требуется обильное поливание водой вашей полусухой стяжки и вот стяжка готова и сразу приступаем к черновой электрике электрику мы делаем по потолку в серый пвх гофре вы спросите почему потолку можно по полу так дешевле так все делают и так далее но все очень просто толщина стяжки небольшая по полу у вас идет отопление и водоснабжение соответственно если вы еще пустите вот такой пучок электрики то у вас толщины стяжки совсем не останется и она потрескается плюс нельзя мешать воду и электричество поэтому мы разделяем электрика по потолку вода у нас идет по полу здесь у нас два электрических щита здесь у нас силовой щит а здесь у нас слаботочный и вот такое количество кабеля подходит электрщиту как только смонтировали черновую электрику сразу покупаем вот такие дешевые розетки и выключатели и проверяем как у нас работает вся электрическая цепь квартире также можно позвать заказчика на квартиру чтобы он походил посмотрел по включал свет может быть он что-то добавит может быть что-то перенесет и на этом этапе это очень легко и просто но бесплатно просто можно взять и сделать если эти вещи делать уже на пред финише то это и будут лишние затраты и увеличить срок ремонта по поводу электрики на кухне здесь очень все просто и важно розетка кабель пошел либо вверх либо вниз вывод кабеля под электроплиту кабель вверх либо кабель вниз все очень просто потому что придут мебельщики начнут устанавливать кухонный гарнитур и естественно попадут в кабель потому что мало у кого есть вот такие вот фотографии где у вас подрозетник и как идет капель да вот здесь видно что штроба здесь штроба здесь штроба и так далее поэтому все очень просто подрозетник кабель вниз и кабель вверх и мебельщики практически никогда не пробьют кабель то есть вероятность все равно есть но она уже намного меньше нежели когда вот делают горизонтальные строго либо под 45 градусов и так далее забыл сказать когда мы меняем систему отопления застройщика есть возможность сразу сделать подводку к отопительным прибором из стены обычно все это идет из пола потом приходится числовое покрытие вырезать какую-то заглушку стать либо силиконе так и все получается сделать красиво делаем устанавливаем г-образные трубки и делаем боковую подводку к отопительным прибором смотрится намного интереснее и удобно все это будет дело мыть и убирать уже когда будете жить в квартире после электрики не забываем про прокладку трасс кондиционера вы можете видеть она идет пусть у нас здесь несколько кондиционеров квартире про это тоже часто забывает уже начинают красить стены клеить обои и тут оказывается что нужен кондиционер вот еще одна трасса поэтому эти виды работы лучше сделать на этапе инженерного ремонта теперь пару слов про откосы их часто любят делать из гипсокартона потому что это проще он дешевле он всегда остается лишний и начинают влепить по периметру окон гипсокартон материал который боится воды даже если возьмете влагостойки он тоже разрушается от воздействия влаги поэтому на откоса мы используем листы гвл это гипсовлакнистый лист он стойкий к воде и из него мы делаем откоса кто-то делает откоса развернутые мы делаем сюда 90 градусов ну что развернутые делали где-то в шестьдесят пятом семидесятых годах и это казалось что даст больше света в помещении на самом деле казалось что нет поэтому если вы хотите чтобы ваши откосы смотрелись красиво то они должны быть под 90 градусов естественно никакого пластика все это шпаклюется и красится в тот цвет который у вас идет по дизайну проекту который мы вам сделали еще одна проблема которая часто всплывает уже на финишном этапе привозят подоконники и начинают их монтаж и оказывается что нужно вот это расстояние уменьшить то есть подлить основание под подоконник заранее необходимо на этапе инженерного ремонта понять какой у вас будет толщины подоконник и сделать вот такое основание то есть нарастить эту толщину вот вы можете видеть что здесь у нас штукатурка а здесь цементно-песчаная смесь то есть основание под будущий подоконник если вы это будете делать когда уже будете красить стены клеить обои и будете все это здесь подливать то это снова грязь уже почти готовую вашей квартире и финалочка это вентиляция про нее тоже часто забывают и когда начинают делать натяжной потолок монтировать кухню вспоминают что нет вентиляции понимаете что это уже поздно поэтому на этапе чернового ремонта сделайте вентиляцию и она должна выглядеть вот примерно вот так как вы видите на экране вот так выглядит этап инженерного ремонта все ваши вопросы пишите пожалуйста комментариях либо по номеру whatsapp который оставлю в описании к данному видео спасибо что досмотрели это ролик до конца всем пока